Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Время руководства клуба стало очередное поражение команды в премьер-лиге 0-1 Оренбургу. И крылья продолжают плестись на дне турнирной таблицы. По словам министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, имя нового тренера будет объявлено на днях. Кандидатуры Вадим Скрипченко, Валерий Непомнящий, Николай Писарев, Дмитрий Оленичев и Валерий Карпин. Напомним, бельгийский специалист вытащил крылья советов из ниши лиги в премьеру в прошлом году в НФЛ. Самарцы стали чемпионами. Прошлый сезон – девятый в чемпионате страны. Баскетболисты Самары в Екатеринбурге уверенно переиграли одного из лидеров Суперлиги. Урал до встречи с волжанами не знал поражений в этом сезоне. Уже после первой четверти Самара вела 7 очков. К перерыву отрыв увеличился до плюс 14. Вторая половина матча сенсации не принесла. Волжане продолжали приближаться к победе. Итоговый счет – 76-68 в пользу Самары и пятое место в национальном чемпионате. Урал упал на четвертое, Иркут поднялся на первое. Даниил Курнаков весовой категории до 75 килограммов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире «Юность России». В Новосибирске спортсмен представлял Самарскую школу бокса Олимпийского резерва «Ринг». Выигранный бой стал путевкой на первенство России – Кубок Никифорова-Денисова, который будет проходить в начале декабря в Санкт-Петербурге. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.